Игорь отличается. Все, ставим точку. Экономим соду. Привет, друзья! Это кухня на изнанку. Скоро масленица, поэтому сегодня будем готовить блины. С мясом? И с мясом тоже. А еще на очередном рецепте проверим, нужно ли все-таки добавлять в тесто для блинчиков соду. Начну с творожных. Этот рецепт у меня на втором месте. После моих любимых бархатных, конечно. Блинчики получаются тоненькие, нежные, очень вкусные и готовятся несложно. В миску 2 яйца, щепотку соли и 2 столовых ложки сахара. Хорошенько взбиваю все венчиком. Теперь творог 200 граммов. Его я перетерла через сито. Ну или можно в блендере измельчить. Большие крупинки творога здесь не нужны. Снова взбиваю венчиком и вливаю молоко. 370 миллилитров. Можно молоко смешать с водой. Я заметила, что тогда блинчики получаются еще мягче. Постепенно добавляю просеянную муку. Не всю сразу, а частями. Мне обычно хватает 160 граммов. Хорошо все перемешиваю, чтобы не осталось комочков. В конце добавляю 30 граммов растопленного сливочного масла. Или можно заменить на 2 столовые ложки растительного. Вот такое должно получиться тесто. Даю тесту постоять 15-20 минут. И можно выпекать блинчики. Соду я обычно не добавляю. Но мне очень часто пишут, что сода в блинчиках обязательно нужна. Поэтому я сейчас разделю тесто на две части и в одну из частей добавлю соду. Погашу ее лимонным соком. И через 15 минут начну выпекать блинчики. Короче, хотел сказать, что тут пузырьки появились. Тут пузырьки по контуру. Ну, я просто взбила там. А здесь в центре. Пока разницы нет. Никакой. Разогреваю сковороду, смазываю ее маслом и наливаю тесто. Распределяю. Только не говори, нигде какие. Не скажу. И сама не перепутай. Нет, я помню. У меня четко все. Когда краешек подрумянился, переворачиваю. Выкладываю блинчик на тарелочку с зеленым ободком. Теперь другое тесто. Все точно так же. И на тарелочку с желтым ободком. Ну и остальные блинчики выпекаю точно так же. Огонь должен быть чуть выше среднего. У меня это 10 из 14. Тогда блинчики не подгорят, не будут руаться и хорошо пропекутся. Я смазываю маслом сковороду перед каждым блинчиком. Так они получаются более аппетитные. Но можно выпекать и на сухой сковороде. Сейчас покажу. Тоже все получится, но блинчик тогда сильнее подрумянится. Вот одно тесто. А вот другое. Одинаковые. Внешне, да, ничем не отличаются. У меня получилось 16 блинчиков. 8 с содой и 8 без соды. О, ты все перепутала. Нет. Все помню. Эти с содой. Не говори. Позно. Уже все сказала. Я не скажу, какие эти. Внешние отличия я не вижу. И одни, и другие получились тоненькие и мягкие. А это те, которые я на сухой сковороде выпекала. Одинаковые. Тоже. Сейчас попробуем. Это с содой. А это без соды. Ты видишь, этот не развернулся. А этот развернулся. Игорь отличается. Давай пробовать. Давай. Разницы никакой. Все, ставим точку. Экономим соду. Конечно, если готовые блинчики смазать растопленным сливочным маслом, будет еще вкуснее. Попробуйте. Очень вкусные блинчики. Следующий рецепт блинчиков не совсем обычный. Здесь в качестве основы не мука, а черствый хлеб. Я чаще всего использую батон. С ним вкуснее всего. Но хлеб можно взять любой. Тесто для этих блинчиков я всегда готовлю в блендере. Иначе оно не получится однородным. Кусочки батона, здесь у меня 100 граммов, выкладываю в чашу блендера. Сюда же добавляю 2 яйца. 300 мл молока, немного соли и растительное масло 1-2 столовых ложки. Взбиваю это все в течение 2 минут на средней скорости блендера. Тесто должно получиться однородным. Вот таким. Если остались комочки, нужно взбивать еще. Иначе блинчики сложно будет выпекать. Сковороду беру небольшого диаметра, 20 см. Обязательно смазываю ее маслом. Наливаю тесто и распределяю. Все точно так же, как и для обычных блинчиков. Только не нужно сильно разогревать сковороду. Огонь должен быть чуть выше среднего. У меня это 10 из 14. Иначе блинчики будут гореть и рваться. Когда краешек подрумянился, переворачиваю. Выкладываю блины горочкой на тарелки. Можно смазать блины растопленным сливочным маслом. Можно сахаром присыпать. Можно фаршировать такие блинчики. Мы, например, очень любим с мясом. Вот такие красивые, тоненькие и очень вкусные блинчики получаются. Мой младшенький любит их с медом. А мне нравится со сметаной. У меня сегодня получилось 14 блинчиков. Как раз хватает позавтракать. Можно приготовить такие блины даже из сухариков. Я пробовала. Но тогда молока нужно чуть больше. И взбивать нужно чуть дольше. Блендер можно взять любой. Свой я заказывала через Е-каталог. Здесь есть специальные фильтры, где можно отсортировать модели по бренду. Выбрать тип блендера, например, стационарный. Объем чаши. И функции, которые необходимы. Импульсный режим, например. Часто им пользуюсь. Выбираю свой регион. А затем понравившуюся модель. Вот такой, как у меня. Характеристики. А в разделе полезное есть даже ссылочка на инструкции. Осталось выбрать магазин, где на данный момент самые приятные условия. Можно добавить в закладочки эту модель. И посмотреть другие. А можно сравнить несколько моделей. И даже увидеть, как менялась цена. Ссылочку на Е-каталог и на свой блендер, как всегда, оставлю под видео. А сейчас приготовлю блинчики с мясом. Два варианта. И я даже уверена, что вам они оба понравятся. Это ну очень вкусно. Потому что с мясом. Ну да, твои любимые. Фарш у меня смешанный. Здесь и куриное филе, и индейка, и немного говядины. Выкладываю фарш в сковороду с небольшим количеством растительного масла. Одной столовой ложки достаточно. Но фарш я не обжариваю. Добавляю сразу немного воды. Солю. Перемешиваю. И накрываю крышкой. На небольшом огне тушу минут 20. Затем добавляю натертый на мелкой терке лук. И тушу еще примерно 10 минут, пока жидкость не испарится. Можно добавить специи по вкусу. Приготовлю тесто для блинчиков. В миску отправляю 3 яйца. И взбиваю венчиком до пены. Затем добавляю пол чайной ложки соли, полторы столовых ложки сахара и стакан молока. Перемешиваю. Постепенно добавляю полтора стакана просеянной муки. У меня стакан 250 мл. Перемешиваю все очень тщательно, чтобы не было комочков. Затем добавляю еще стакан молока и 3 столовых ложки растительного масла. В самом конце вливаю стакан кипятка, интенсивно перемешивая при этом тесто венчиком. Кипяток немного заваривает муку и блинчики получаются тоненькими, очень нежными и при этом не рвутся. Если готовите со мной, вы наверняка узнали этот рецепт. Это мои любимые бархатные блинчики. Тесто кажется жидковатым, но не добавляйте муку. Пропорции здесь идеальны. И блинчики по этому рецепту получаются всегда. Заметьте, они тоже без соды. Выпекать можно сразу. Сковороду смазываю маслом только первый раз. Наливаю немного теста и распределяю по сковороде. Обжариваю блинчик с одной стороны. Переворачиваю. С другой стороны достаточно секунд 10-15. И можно снимать. Сковорода у меня кукмара. Ссылочку под видео оставлю. Дальше выпекаю остальные блинчики. Если вдруг у вас блинчики плохо переворачиваются и рвутся, добавьте столовую ложку муки в тесто и перемешайте венчиком. Блины складываю стопочкой на тарелку. Накрываю еще теплые блинчики крышкой или обычной тарелкой. И оставляю так минут на 10. Вот такие нежные и мягенькие получаются блинчики. И очень тоненькие. Выкладываю немного начинки и заворачиваю. Точно так же и остальные. Получается 20-25 штук. Часть блинчиков я обычно замораживаю. А остальные обжариваю на топленом или обычном сливочном масле. Жарю на небольшом огне с двух сторон. И все. Можно пробовать. Блинчики всегда получаются очень мягенькие, а начинка всегда сочная. За счет того, что мясо я не обжариваю. Я готов. К чему? Пробовать. А сейчас покажу, как можно приготовить блинчики с мясом еще быстрее. Получается не менее вкусно. К фаршу добавляю лук, соль и специи. Я добавлю еще зелень. Обязательно вливаю немного холодной воды для сочности. Фарш не тушу и не обжариваю. Блинчик разрезаю пополам и выкладываю на край каждой половинки тонкий слой фарша. Сворачиваю. Получаются вот такие треугольнички. Обжариваю их на очень медленном огне под крышкой. А чтобы было еще вкуснее, взбиваю в тарелочке яйца с солью, обмакиваю в эту смесь треугольнички с мясом и также обжариваю на среднем огне под крышкой. Вот такая красота получается. Очень вкусно и просто. Снаружи хрустящая румяная корочка, а внутри очень сочная мясная начинка. Сразу скажу, мясо вполне успевает приготовиться. Главное накладывать его тонким слоем и обжаривать блинчики на небольшом огне. Попробуйте приготовить такие треугольнички. Нам они очень нравятся. До масленицы есть еще время, поэтому я обязательно поделюсь с вами еще одним интересным рецептом блинчиков и еще одним вариантом начинки. Но уже в следующем видео. А чтобы не потерять это видео, ставьте лайк и оно сохранится в вашем плейлисте понравившейся. Вы всегда сможете его найти. А чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик. Оставляйте свои отзывы в комментариях, присылайте свои рецепты и не забудьте заглянуть на мой канал в следующее воскресенье. Ведь впереди еще много всего интересного.